Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Сегодня особая дата в календаре. С этим днем связаны самые теплые, волнующие и светлые воспоминания детства и юности. Сегодня в России день знаний. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, члены правительства, представители администрации и жители приняли участие в торжественной линейке в школе номер 2 Станицы Зеленчукской. В новом учебном году двери этого учебного заведения распахнулись для 600 учеников. О первом звонке и о впечатлениях первоклассников расскажет Мурад Женкесов. Торжественным гимном России Карачаева-Черкесии начался первый в жизни школьный день для 85 первоклассников школы номер 2 имени Героя России Султан Хамида Биджиева. Добрыми напутственными словами обратился к ученикам, педагогам и родителям глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Я считаю, что школьные годы это, наверное, лучшие годы в жизни любого человека. И вот сегодня мы видим, как 85 ребятишек впервые переступят порог школы, пойдут в первый класс. И для них прозвенел, прозвенит первый звонок. Конечно же, я хочу пожелать вам, чтобы вы выросли самыми умными, самыми здоровыми, успешными, красивыми. И вообще желаю всем ребятам, которые сегодня идут в школу, первоклассникам и старшеклассникам, конечно, хочу пожелать хороших результатов, чтобы год учебный был успешным и результативным для вас. Своего уже пятого ребенка привела в первый раз в первый класс Альбина Лафишева. В ответном слове она поблагодарила Рашида Тимрезова за внимание и пожелала школьному сообществу успеха в работе и учебе. Дорогие друзья, в первую очередь позвольте выразить слова благодарности главе Карачаева-Черкесской республики Рашиду Борисбеевичу Тимрезову за поздравления с этим торжественным и в то же время волнительным для нас праздником. Сегодняшний день запомнится нам и нашим детям на всю жизнь, как яркое начало долгого и захватывающее путешествие в мир увлекательных знаний, новых друзей и незабываемых впечатлений. Ученики и педагоги школы подготовили большую праздничную программу «Катню знаний». Один из главных моментов линейки – первый звонок. Ученик выпускного класса держит на плече первоклашку и в этот момент раздается звонкая трель, знаменующая о начале нового учебного года. После торжественной линейки дети и их родители прошли за учителем свои школьные классы, где и приступят к увлекательному учебному процессу – освоение новых знаний в новом учебном году. Первый раз в первый класс. Чем запомнится первоклашкам третьей школы «Черкеска» 1 сентября? А также зачем нужно ходить в школу и какую профессию хотят выбрать дети? Альбина Ламкова о ярком школьном празднике. Яркая концертная программа «День знаний» отвлекла от волнения первоклассников и их родителей. Учебный процесс в эпоху пандемии изменился, а даже торжественные линейки прошли в условиях строгих правил безопасности. И только одно осталось неизменным – пестрые букеты цветов, парадная форма одежды, шары цвета российского триколора и улыбки от напутствующих слов. Все это создало атмосферу настоящего праздника. Дорогие первоклассники, учитесь хорошо, будьте достойными своих родителей, радуйте своих учителей. У вас 11 лет счастливой, беззаботной жизни. Приветственные, вдохновляющие речи максимально сократили. Здесь мы словно очень дружные, понимающие семье. Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе. Первоклассники, которые и не знают, что бывает иначе, разочароваться не успели. Им интересна школа. Здесь все новое. В школе я буду хорошо учиться. Я уже умею писать, читать и считать. Благодаря новым знаниям я смогу узнать, как я стану в будущем. Еще меня в школе ждут новые друзья. Не только для первоклассник, но и для всех родителей 1 сентября дарит новые эмоции. За праздничной линейкой они наблюдают только издалека. У меня трое детей, идет вот эта школа. У меня сейчас первоклассник тоже идет до первого класса. У меня такое ощущение, как будто я первый раз хожу вот туда. У нас очень хороший учитель. Первый класс идем, первый раз. Переживаем немного. Желаем всем деткам успехов, чтобы хорошо учились. И чтобы всем было повезло. Терпение, конечно, и учителям, всем деткам. Всего в третьей школе Черкеска учатся 1100 детей. 50 педагогов готовы открыть двери, открыть журналы, открыть учебники вместе с детьми и пойти по дороге знаний. Все дети стремятся к хорошему учителю. И я надеюсь, что учителя оправдают их доверие. В школу поступили 135 первоклассников. Пять первых классов. Для самых маленьких и важных гостей праздника, которые в этот день станут членами большой школьной семьи, в каждом классе организовали первый открытый урок. Ребята, сегодня я хочу вас пригласить в такой увлекательный мир сказок. А какой герой нас ждет? Я сейчас вам прочитаю задатку, а вы попробуйте отгадать. Конечно же, 1 сентября – это в первую очередь праздник первоклассников. Вчерашние малыши надевают форму и садятся за парты, чтобы получить первые серьезные знания о мире. У каждого из них свои вопросы, желания и мечты. Первый урок дети запомнят навсегда, но не только из-за непривычных условий, а еще и потому, что они, возможно, обретут своего лучшего друга и наставника, на которого захочется равняться. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В День знаний общественный порядок и безопасность учеников обеспечивали стражи порядка. В образовательных учреждениях, где проводились торжественные мероприятия, были выставлены наряды полиции. На охрану общественного порядка и общественной безопасности были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники, представители казачества, а также работники частных охранных организаций и военнослужащие. За благоверные места проведения торжественных мероприятий и привлекающих к ним территории были обследованы с применением специальных средств и служебных собак, после чего взяты были под охрану. Принятыми меры нарушений охраны общественного порядка и общественной безопасности допущено не было. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии дождь, в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер западный 6,11, температура ночью 12,17 в горах, плюс 7,12 днем до плюс 21, и в горах местами 10,15 выше нуля. И высокая пожароопасность. В Черкесске ночью дождь, гроза, днем сильный, ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 15,17, а днем 18,20 градусов тепла. Ветские меха в Черкесске. Шубы по низким ценам в рассрочку. Куртка в подарок. Торговый центр «Панорама». Первый этаж. Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от «Мебели Белорусской». Ждем вас. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачао-Черкесии выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших состояло 24 078 человек. Из них 21 634 выздоровели, 705 госпитализированы. В соответствии с указом президента России, единовременную выплату получат порядка 122 тысяч пенсионеров Карачао-Черкесии. Она полагается всем пенсионерам, получающим пенсии от Пенсионного фонда России. В том числе пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Доставка выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия через выбранную пенсионером организацию. Как сохранить фольклор, его традиции в свете современности, вопросы развития языкового и культурного многообразия народов России, в частности с Северного Кавказа, обсуждались на Всероссийской научно-практической конференции учеными из разных регионов страны. Доклады слушала Фатима Даурова. Визит в Центр Тибердинского заповедника встретил гостей выставкой народных умельцев Карачаева-Черкесии. Мастер по дереву Ибрагим Джуртубаев представил свои изысканные творения на суд участникам конференции. Семейное ремесло и навыки работы с деревом ему достались от отца, а вот опыт он наработал с годами. Чтобы сделать вот такое чудо, у него уходит день-два, а вот над некоторыми творческими задумками приходится трудиться дольше. Мастерил он всю эту красоту из местных пород деревьев – липы, явора, грецкого ореха, горного клёна. Структура древесины у всех разная, и надо знать, как правильно обращаться с каждой. В том, что семейное ремесло продолжится в его детях, Ибрагим не сомневается. Как я учился у отца, у меня пятеро детей, из них трое мальчики. Они так сами интересуются, берут, режут, пытаются что-то. Пока здесь их работ нет, но в дальнейшем думаю, что что-то будет. О сохранении самобытности в условиях глобализации общества и поддержке таких народных умельцев, как Ибрагим, которые продолжают, а порой возрождают утраченное наследие народов Кавказа, шла речь и на конференции. Кавказ во многом является хранителем на сегодняшний день, одним из тех территорий, регионов, которые хорошо как раз сохраняются. Здесь традиционная культура жива. Это не просто музейная или коллекционная вещь, а здесь она живет реально. Поэтому, конечно, это очень интересно работать с регионами, в которых традиционная культура – часть жизни, а не просто наследие. При отлаживании механизмов межнационального взаимодействия фольклорных традиций народов Северного Кавказа выявляются пробелы, на которые следует обращать внимание. Продвижение важнейших направлений теории и практики сохранения нематериального культурного наследия – основная задача ученых, которых собрала конференция. Их точку зрения разделил и министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов. Вопрос сохранения народной культуры, конечно, для нашего кавказского региона, где мы, наверное, все, что здесь делаем, делаем, стараясь опираться на нашу культуру, на то, что мы горцы. При этом видим, что сегодня очень много проблем у нас в сфере народной культуры. Прежде всего, это сохранение, прежде всего, вытеснение современными потоками информации, которые из гаджетов льются, особенно на детей, которые еще не умеют сами выбирать, что важнее, что ценнее. И не всегда родители успевают следить за тем, что же потребляет их ребенок. И так-то и вымывается культура, так она заменяется какой-то другой культурой, может быть даже где-то чуждой нам. Участники конференции отметили, что в целях сохранения фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, а также воспитания подрастающего поколения, необходимо систематическое проведение мероприятий по популяризации духовного и культурного наследия народа в России. Фатима Даурова, Алибастана, Вести Карачаева, Черкесии, Тиберда. Такой была среда в Карачаево, Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Перекати поле». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин